Конкретно уже предусмотреть при открытии своей фирмы или зарегистрироваться индивидуальным предпринимателем, уже выбрать заранее оптимальную систему налогообложения, сделать какие-то определенные расчеты, и обратить внимание на такие некоторые документы. Давайте перейдем к упрощенной системе налогообложения. Упрощенная система налогообложения – это один из наиболее долгодных режимов налогообложения для малого бизнеса. Я вам уже говорила, что есть специальные налоговые режимы, которые для малых предприятий – это упрощенная система налогообложения, налогообложения, которая подразумевает два вида объекта налогообложения – это доходы, доходы уменьшенные на величину расходов. И для индивидуальных предпринимателей предусматривается упрощенная система налогообложения на основе патента. Патент мы отдельно рассмотрим, а сейчас мы рассмотрим просто упрощенную систему налогообложения. Также еще специальные режимы – это единый сельхозналог для сельскохозяйственных производителей. Среди вас есть такие, нет? Которые будут применять единый сельхозналог? Возможно будет. Возможно будет, да? И единый налог на обмененный доход. Он так и называется – единый налог на обмененный доход для определенных видов деятельности. То есть, если у вас определенный вид деятельности, то вы уже должны применять этот единый налог. У вас нет права выбора, вы просто применяете его и все. Значит, основные особенности применения упрощенной системы налогообложения. В чем значит преимущество? Применение упрощенной системы налогообложения позволяет не уплачивать следующие налоги. Для организаций – это налог на прибыль организации, налог на имущество организации и налог на добавленную стоимость. Для индивидуальных предпринимателей налог на доходы физических лиц. Это имеется в виду налог на доходы физических лиц именно самого предпринимателя. Налог на имущество физических лиц и налог на добавленную стоимость. Налог на имущество физических лиц, это имеется в виду, предприниматель не уплачивает его, если он свое имущество, скажем, автомобиль, использует для осуществления своей предпринимательской деятельности. Тогда не уплачивает он этот налог. А если он имеет личный автомобиль, а для бизнеса это ему никак не нужно, хотя тут тоже эти спорные моменты, потому что как это, он все равно ездит по делам в тот же самый банк. И тот же самый автомобиль он может применять для осуществления предпринимательской деятельности и налог на добавленную стоимость. Уплата всех этих налогов заменяется уплата единого налога, который рассчитывается исходя из суммы доходов, это если объект налогообложения дохода, 6% многие так называют, или суммы доходов за вычетом расходов. Основная ставка, тут основная ставка, 15%. Индивидуальные предприниматели освобождаются от налога на доходы физических лиц и налога на имущество только в отношении доходов, которые получены от предпринимательской деятельности и используются в предпринимательской деятельности. Вместе с тем, при применении упрощенной системы налогообложения необходимо уплачивать иные налоговые сборы в соответствии с законодательством о налогах и сборах. Например, вы арендуете помещение у органов государственного имущества, вы должны уплачивать с этой суммы арендную плату и плюс НДС как налоговый агент. То есть независимо от того, вы на упрощенной системе налогообложения или уплачиваете единый налоговый доход, если вы арендуете государственное имущество, вы не просто уплачиваете НДС, налоговый агент, вы должны предоставлять декларацию по этому налогу на добавленную стоимость. То есть не совсем удобно, да, получается, то, что вы вроде бы не плательщики налога на добавленную стоимость, но декларацию вы должны все равно, получается, предоставлять. Но с другой стороны, если это экономически целесообразно, если это помещение вам обходится дешевле, да, стоимость арендной платы плюс это с НДС, это все равно дешевле, чем аренда аналогичного помещения, почему бы... Да. Вот вы сказали про НДС, если там нужно, я арендовал помещение и платил также НДС, мне сейчас вернули этот НДС. Почему? А потому что у меня есть документ, который подтверждает право, что я, соответственно, освобожден от уплаты НДС. Нет, все равно, если вы освобождены от уплаты НДС, это другой случай. Это вы освобождены от НДС, как бы... Вы не являетесь в целом плательщик НДС, но если вы арендуете государственное имущество, вы все равно должны оплачивать НДС как налоговый агент, это не связано... Может, вам по другой причине вернули? Потому что... Да. Да. Принесите почитать о том, а или вам ничего, у вас нет на руки, да, вам ничего не дали? Ну да, принесите, просто интересно на самом деле. Что является государственным имуществом? Государственным или государственным имуществом? Нет, если вы арендуете государственное имущество, вы оплачиваете аренду... Что это, чтобы развивать? Что? Ну, допустим, здесь же вот бизнес-инкубатор. Если вы арендуете помещение, вы также будете оплачивать арендную плату отдельно, а отдельно НДС, налоговый агент. Потому что это имущество государственное. А если вы какого-то частного лица арендуете, вы платите просто арендную плату. Просто это такая специфика аренды государственного имущества. То, что арендная плата отдельно идет на отдельный счет. А именно вот с этой суммы 18% как НДС, налоговый агент, идет на другой счет. Скажите, а тем, кто на доходы у нас расходы, тогда вот этот НДС будет включаться на расходы? Да, включается. Потому что это уменьшает вашу налогово-благаемую опасность. Так, вы должны исполнять обязанности налогового агента по НДФЛ, НДС, налогу на прибыль. Если такие операции, получается, у вас образуются. Ну, например, там тоже какой-то магазин по розничной торговле. У него прошли какие-то операции по оптовым поставкам. Поставил оптовым покупателям те же новогодние подарки. Это уже не подпадает под единый налог на обмененный доход. И с этой суммы уже нужно заплатить налоги по общему режиму. Если предприятие не подало у него в АКВДах, при регистрации не подало то, что он еще занимается упрощенной системой налогового обложения, тогда бы эти суммы прошли как по упрощенному налогу. А тут получается налог на прибыль и НДС. Также применять контрольно-кассовую технику или бланки строгой отчетности, например, в деятельности туристических фирм. Представлять статистическую отчетность. Сейчас предприятия малого бизнеса освобождены от, как раньше, дежеквартально предоставлять статистическую отчетность. Как правило, раз в год проходят какие-то выборы и приходят письма со статистики сдать определенную отчетность. То есть это сейчас уже не так напрягает, как было раньше. Кроме того, организации и индивидуальные предприниматели должны уплачивать страховые вносы. Пенсионный фонд, фонд Российской Федерации на обязательное пенсионное страхование. Фонд социального страхования Российской Федерации на обязательное социальное страхование на случай временной непредоспособности и в связи с материнством. Федеральный фонд с обязательным медицинским страхованием и территориальный фонд с обязательным медицинским страхованием. Комиссионный фонд, фонд социального страхования Федеральный фонд обязательного медицинского страхования Территориальный фонд обязательного медицинского страхования А в комиссионный фонд ничего не надо сообщать? О чем? Ну когда вы все открываете Нет Не все организации могут применять упрощенную систему налогообложения. Она все-таки предусматривает, что ее применяют предприятия малого бизнеса. Поэтому существуют определенные ограничения по выручке. В 2011-2012 годах для перехода на упрощенную систему налогообложения с начала следующего года доходы организации за 9 месяцев не должны превышать 45 миллионов рублей. Это для организации. У индивидуальных предпринимателей право перехода на упрощенную систему налогообложения не зависит от полученных доходов. Предполагается, что мелкий бизнес в основной своей массе за 9 месяцев 45 миллионов не получит. При определении своих доходов учитываются доходы от реализации и вне реализационные доходы. При этом из них исключается сумма НДС. То есть, если вы работаете на общей системе налогообложения и за 9 месяцев доход у вас не превысил 45 миллионов, за минус НДС, вы можете со следующего года перейти на упрощенную систему налогообложения. Вот пример дам. Организация, находясь на общем режиме налогообложения в 2011 году, подала в налоговый орган заявление на переходе на упрощенную систему налогообложения. Общая сумма доходов от реализации и вне реализационных доходов по итогам 9 месяцев составила 37 миллионов рублей без НДС. То есть, сумма не превысила 45 миллионов и данная организация с 1 января 2012 года может применять упрощенную систему налогообложения. Если у вас сумма доходов превысила 45 миллионов, вы в своем заявлении написали на 50 миллионов, у вас просто налоговый орган пришлет вам письмо с отбазок. То есть, вы не подходите под такие параметры и не можете применять упрощенную систему налогообложения. То есть, вы перешли на упрощенную систему налогообложения и дальше для вас действует такое ограничение. Размер дохода за календарный год в период применения упрощенной системы налогообложения, это на 2011-2012 годы, и должен превышать 60 миллионов рублей. А если он превысит, что будет? Превысит, если? Да. Ну, допустим, в середине года он взял и превысил. Вы должны смесь с кварталов, в котором произошло превышение, перейти на общий режим налогообложения. А если это все зависит от отблядца? Допустим, отблядца выросла? Да, кстати. Интересно было. Ну да, но вы должны, получается, контролировать это и открыть то же самое, как вариант, открыть вторую фирму заблаговременно. Потому что общий режим налогообложения, если тем более ваши основные контрагенты, физические лица или общество с ограниченной ответственностью, которым не нужен этот НДС, то это даже нецелесообразно. Дальше. Средняя списочная численность работников не должна превышать 100 человек. Ну, как правило, в малом бизнесе она и не превышает. Скорее можно превысить лимит по выручке, нежели чем по численности. Стоимость имущества не должна превышать 100 миллионов рублей. Организации и индивидуальные предприниматели, переведенные в соответствии с главой 26.3 Налогового кодекса на уплату ДНВД по одному или нескольким видам предпринимательской деятельности, в праве применять упрощенную систему налогообложения в отношении иных осуществляемых ими видов деятельности. То есть не запрещается применять упрощенную систему налогообложения в виде единого налога на обмененный доход. Естественно, по одному предприятию вы не можете применять и упрощенку, и общий режим налогообложения. Нужно что-то осложненное выбирать. Значит, как перейти на упрощенную систему налогообложения? Тише, пожалуйста. Значит, по общему правилу, перейти на упрощенку можно с начала налогового периода, то есть с 1 января очередного года. Значит, для перехода на упрощенную систему налогообложения необходимо в обязательном порядке представить налоговый орган в период с 1 октября по 30 ноября, предсшествующий тому году, начиная с которого вы применяете упрощенную систему налогообложения заявления. Например, значит, если вы планируете перейти на общую систему налогообложения на ОСН с 1 января следующего года, то в текущем году вам необходимо в период с 1 октября по 30 ноября подать заявление. Заявление можно составить в произвольной форме, либо о рекомендованной форме, которая утверждена приказом ФНС, и подать, значит, в территориальный орган налоговый орган по месту своего нахождения, своего жительства, либо направить по почте. Так, в заявлении о переходе на ОСН организация указывает размер полученного дохода за 9 месяцев текущего года, среднесписочную численность работников за тот же период и остаточную стоимость основных средств. То есть, проще, когда вы заполняете уже в конкретном планке, да, там вот это все спрашивается, вы просто вписываете цифры, а если вы, получается, пишете это сами заявление, то вы тогда, получается, должны уже знать, что там это требуется. Мне кажется, проще даже в интернете скачать планок, уже там это заполнить. Следующее. Вновь созданные организации и зарегистрированные индивидуальные предприниматели вправе начать применение ОСН с даты постановки на учет в налоговом органе. Для этого нужно подать в налоговую инспекцию заявление о переходе на ОСН. Подать это заявление можно в пятидневный срок с даты регистрации в качестве налогоплательщика. Эта дата указана в свидетельстве о постановке на учет в налоговом органе. Вообще проще, когда вы регистрируете предприятие, если планируете применять упрощенную систему налогообложения, вместе с документами на госрегистрацию подать уже это заявление, чтобы не ходить несколько раз в налоговую инспекцию, или просто, многие думают, 5 дней, есть еще время, и потом на самом деле забывают. То есть одновременно, если вы уже конкретно определились, сразу идете регистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя, или дистрируете общество с ограниченной ответственностью, сразу подаете заявление о переходе на упрощенность режима налогообложения. А если патент хочешь купить? Если патент вы хотите купить, это потом отдельно мы там разберем, то получается патент вам же сразу не выдадут? Ну нет, вы тогда сразу напишите заявление, то что вы будете применять, хотите патент применять. Кто же имеет целесообразность вам тоже написать заявление на упрощенную, потому что вы же патент будете покупать по одному виду деятельности, а вдруг вы еще какой-то вид деятельности хотите осуществить, который под ваш патент не подпадает. То есть можно так и так? Да, да, вы можете и упрощенку на основе патента применять, и просто упрощенку. Ну, значит, 6% горячего. Ну, из патента... А у вас сейчас 6%? Да. Нет, патент же упрощенка, упрощенная система налогообложения, которая 6-15%, это вообще предполагает по всем видам деятельности, а патент он на какой-то определенный. Вот у вас какой вид деятельности? Монтаж. Ну, в общем... Это монтажный? В общем, да. Вот, допустим, электромонтажная работа, да, это предусматривает патент. Вы конкретно напишите заявление, что вы хотите получить патент по электромонтажным работам, а ведь вы, может, еще какую-то вид деятельности будете осуществлять? У вас там видов деятельности еще что-то, или только этот один? Только этот один. Ну, тогда... Там вообще не это, на самом деле, там нет такого. У меня вообще практически не ссидит. Перечня нет. Нет, перечня на патент. Это просто конкретно, просто пример другой приводит, да? Ну, если у вас один всего вид деятельности прописан в АКВЭДах, и по этому виду деятельности вы будете применять патент, вы просто напишите заявление на патент. А если закроют 6%? Да. То есть у вас нет смысла писать еще заявление на 6%, просто других видов деятельности нет. А если несколько видов деятельности, и вы сегодня думаете, что вы будете только работать по патенту, а вдруг у вас завтра понадобится еще какая-то... Какая-то читается, но... Нужно вести отдельный учет, отдельные книги, разные... На каждой деятельности свои? Да. Но есть ли какие-то деятельности, которые попадают еще под упрощенку? Да, как можно. Под упрощенку? Да, такого нет. Если только ГИНВД, вот конкретно это будет деятельность, вот туда, допустим, розничная торговля, магазин, то тогда только это. А так нет. Значит, срок, который определяется 5 дней, он исчисляется рабочими днями. А у вас понимаете, как налогово? Потому что сталкивалось с тем, что при регистрации не принимали, а потом не запредили человека, и вот он не запредил. Нет, может быть, знаете, почему не запредили? То, что это, например, в разные кабинеты. То есть человек пришел, регистрировался, ИП, скажем, он подал пакет документов, а этот документ попрощен, у него не взяли, ему, может быть, не объяснили, что этот документ сдается в другое окно. Но можно в тот же день, вот при нашем, допустим, там, 112-м, по-моему, вот этот вот документ на регистрацию, сразу же там идут в какой-то там... 111. 111 кабинет, сразу же идут, и в тот же день сдают. Да. И они как-то повязаны принять. Да, я сама всегда так сдаю. и свою ИП, так регистрировала, так же сдала, например. Можно, грубо говоря, прийти получать документы с регистрацией и тут же написать это заявление. А копии заявлений должны придется? Ну, я вообще вам тоже рекомендую, что... Нет, почему-то нет. Я вот сдал, мне его упрощенку, и доклады идут в раскупе. Два заявления написала, что... Сдал, куда-то, куда-то... Доказать в налоговой. А треки должно быть заявление на налоговой? Без разницы. Как вам удобно. А там балки прямо есть, можно... А где это взять, я уже устал. Где полагода? Ну нет, а вас перевели на эту упрощенную систему в налоговой? Нет, у меня говорится, деятельность, один подразумевает только, ну, ацетранспортное само осуществление деятельности. То есть он определяет только полупрощенную систему. Он и по патенту, и по патенту тоже есть автотранспортные услуги. Если у вас ИП или у вас ООО. ИП. ИП, там тоже есть автотранспортные услуги, и там вообще намного получается меньше. Подойдите вместе, посмотрим. Хорошо, у меня будет. Да. Нет, если вас перевели в налоговой, то хорошо, вы же можете потом... Раньше они выдавали, письма приходили, то, что вы переведены на упрощенную систему налогообложения. А сейчас вы подали заявление, и предусматривается, что если там вы подходите в ваш вид деятельности, то вас переведут, если вам поставили отметку. А потом часто бывает, ты заключаешь договор с контрагентами, и контрагент просит предоставь, подвердить, что вы не являетесь плательщиками налога на прибыль, и просто пишете запрос налогового, и вам приходит письмо, просто то, что такое-то ООО или такое-то ИП, переведено на упрощенную систему налогообложения. А вот планки приходят, где можно взять? Можно идти в интернете, например, или можно взять прям налоговый? Можно налоговый взять, можно на сайте налоговый, налог.ру, или там, если у них по регионам еще есть, там налог11.ру. Там разделы есть и индивидуальным предпринимателям, и там вот все эти бланки есть. Там, кстати, на сайте налог.ру, в разделе индивидуальным предпринимателям, есть брошюра помощи начинающему предпринимателю. И там прописаны вот все такие моменты. Ну, на таком примитивном, может быть, на несколько уровнях, но в том все понятно. Брошюра помощи начинающему предпринимателю. На сайте налог.ру, в разделе индивидуальный предприниматель. Русскими буквами? Да, латинскими? Можете в поисковой системе по-русски написать налог. Вам выйдет. Значит, какой объект налогообложения выбрать? Кто-то уже выбирал, да? Может уже из личного опыта что-то рассказать. Отлично. Налогоплательщики правят самостоятельно выбрать объект налогообложения. Это доходы или доходы, уменьшенные на величину расхода. Исключением являются налогоплательщики, участники договора простого товарища. Или договора доверительного управления именовществом. Они могут применять только объект налогообложения, доходы, уменьшенные на величину расхода. Выразить объект налогообложения можно как до перехода на упрощенную систему налогообложения социальных режимов, так и во время применения УЦН. Вы уже стали применять спрощенную систему налогообложения, выбрали, допустим, 6%, но в процессе своей работы вы поняли, что вам такой объект не подходит. Или занимались одними видами деятельности, перешли на другие. И для них вам этот объект не подходит. То можно объект налогообложения ежегодно изменять. То есть при этом налогоплательщик должен подать в налоговый орган соответствующее заявление или уведомление в установленный срок. Значит, в первом случае, если вы решили изменить объект налогообложения, нужно подать заявление до 20 декабря. Уведомление об изменении объекта налогообложения также подается в произвольной форме либо по рекомендованной форме. Значит, еще остановлюсь на том, какой объект налогообложения будет. Если вы, допустим, занимаетесь оптовой торговлей и в структуре ваших затрат вообще у вас много различных затрат. То есть ваш доход только разница, да, по сути, между продажной ценой и покупной. То есть наценка не такая большая. Много различных затрат. То есть это в ваших затратах себестоимость реализованной продукции, заработная плата, различные отчисления. То есть вам целесообразно выбрать объект налогообложения дохода уменьшен на величину расхода. А если вы, допустим, у вас есть в собственности какие-то помещения и вы занимаетесь тем, что сдаете их в аренду, то есть затраты ваши незначительные, то тогда вам выгоднее выбрать объект налогообложения 6%. Вообще, как это считать по формуле, можно взять такое разумение, да. Налогооблагаемая база. Это доходы умножить на 6%, или налог, как ваше считается, да, или доходы минерасхода умножаем на 15%. Если это сделать как систему уравнений и решить, да, то можно сделать такой вывод. Ну вот, если решить эту систему уравнений. Если в структуре ваших доходов расходы составляют 60%, более 60%, то тогда вам выгоднее применять систему налогообложения доходы минус расходы. То есть у вас налог будет меньше. А, наверное, это что за вывод? Расходы. Я чуть-чуть, мы же его подустали, может, пять девчонок. Можно расходы? Да. А если расходы превышают, ну, доходов не ввозят. Закрывается. Движи к нулю. Довольность получается. Все равно выгоднее доходы минус расходы, вы выбрали бы... А налоговое объединение допустим, у меня расходы под шириной доходов. У вас может быть еще и убыток, который вы можете перенести на следующий период. Мы это дальше рассмотрим. Да. Мы можем, пожалуйста, не присоединиться. А что, отборачиваемся? Да. Если у вас получаем важный.